К другим темам. В ближайшие месяцы на предприятиях Саратовской области сократят почти 4000 сотрудников. Об этом на пресс-конференции заявила министр занятости, труда и миграции региона Наталья Соколова. По ее словам, основные потери работников понесут сферы услуг, транспорт, связь, промышленность. Всего 1200 предприятий. Называть их поименно министр не стала, но сообщила, что объемы сокращений разнятся от единиц до сотен человек на одном заводе. Впрочем, в областном правительстве не считают грядущие сокращения чем-то из ряда вон выходящим. На ноябрь-февраль у нас с вами заявлено не только по промышленным предприятиям, такой цифры у меня нет, но в целом 3,8 тысячи человек. Это в целом по области за ближайшие 4 месяца. Эта цифра несколько больше, чем в прошлом году, но должна сказать, что это абсолютно не в разы. Это порядка 15-20 процентов, поэтому ситуация критичной считаться не может. Объем задолженности по заработной плате на предприятиях Саратовской области около 20 миллионов рублей. По словам министра промышленности и энергетики Максима Шихалова, 11 предприятий области работают в режиме неполной занятости. 3-4 дня в неделю с сокращением смен. Самые крупные из них – Вольский механический завод, Саратовский полиграф-комбинат, Энгельская троллза, завод «Контакт», Саратовский институт стекла, нефтемаш. Основные сокращения штата и изменения режима работы коснулись саратовских предприятий. Так, на заводе «Контакт» из 2000 сотрудников уволили 200 человек. Местные СМИ писали о полной ликвидации предприятия, которая лишилась госзаказов. Областные чиновники уверяют, что ситуация на «Контакте» не столь фатальна. Все под контролем, значит, по заказу, значит, по людям. Да, существует эта проблема там про 150 человек, не более, из 2000 там у них, да, 2000 с чем-то работают. Гособоронзаказ на следующий год на заводе полностью обеспечивается. Мы будем встречаться с руководством, встречаться с работниками. То есть тема под контролем, и мы эту тему не отпустим. Поэтому я думаю, что с «Контактом» будет все хорошо. Мы выведем его и стабилизируем всю ту ситуацию, которая сейчас там происходит. Министр промышленности региона сообщил, что в ближайшее время на «Контакте» пройдут совещания с руководством завода, а в начале декабря планируется встреча с президентом государственного холдинга «Росэлектроника» Андреем Зверевым, где будут определены дальнейшие перспективы развития саратовского завода. Субтитры создавал DimaTorzok